Я его сейчас обновлю чуть-чуть, чтобы он короночку сделал. То же самое здесь-то. Смотрите, вот старый побег, но здесь есть молодой, сильный. В следующем году на него я переведу полностью. А сейчас я уберу только то же старое, что совсем не завязало плодов. Вот веточки сухие, старые, которые, ну, вообще ни уму, ни сердцу, как говорится. Так, здесь вот так я перевожу. Вот это я тоже убираю. Старое. Здесь, посмотрите, тоже хорошая достаточно корона. Вот в горизонт направленная веточка. Вот такие ветки удаляем сразу, потому что они нагрузятся урожаем. Это будет выглядеть вот так. И питание там прекратит поступать, она отсохнет сама. Никакого смысла в этом нет. Только вертикально вверх направленные ветки сохраняем. Вот видите, мелкие я все убираю. Дальше здесь у нас перекрещивание идет. Удаляем вот эти вот побеги все пустые. И вот эта веточка, вот она, хоть и с урожаем, но она в горизонт направленная. Практически вся сухая. Смотрите, видите, сухая. Я ее тоже удалила. Вот так выглядит веточка. Посмотрите, какой здесь воздух появился. Вот это еще надо убрать. Воздух появился, свет появился. Вот это все будет прекрасные крупные листья иметь. Здоровые ягоды, огромные. Но мы потом покажем результат обрезки. И будет возможность у молодой поросли, вот туда, в солнце про освещенную территорию, дать новый сильный побег, огромный, с хорошим, качественным закладкой урожая, толстый. И я смогу перевести вырезок вот эти старые ветки на тот молодой побег, свое питание и, соответственно, урожай. Так, двигаемся дальше. Последняя часть кусочек у нас осталась вот здесь. Значит, здесь у нас две, мы уже с вами обсуждали, оставляем. Вот эту веточку, хоть она и внутри ствола, я пока оставлю. Еще раз повторюсь, она мне нужна, потому что она сильная. Единственное, я уберу боковые побеги, потому что в этой части мне нужен только ростовой побег. Вот я его один сильный оставила. А послабже я убрала. Дальше сухое, старое. Смотрю дальше на веточку. Вот веточка, она староватая, но у нее молодая зеленая во цвета древесина. То есть она образовалась в прошлом году. Я ее всю оставлю для того, чтобы снять с нее урожай. Она хорошая. Кончики вот здесь сухие я убираю, как обычно. Все, я оставлю. Так, дальше. Смотрим. На вот этот вертикальный побег. Он, конечно, староватый. Здесь часть веток уже урожай даже не заложила. Я эту часть старую вырежу. Вот, посмотрите, я убрала. Здесь вот раз, два, три ягодки. Все остальное, все пустое. Хотя у нее такое световое преимущество было. Она наверху. Просто потому, что сама ветка старая, она стареет древесина и требует замены. То есть на 8-10 год каждая веточка меняется. Дальше вот эта ветка тоже смотрим. Дала молодой прирост. Вот он, боковой. А внутри ствола, которые веточки, они все старые. Я их все удаляю. Маленькие. Этот молодой прирост пока оставляю. Все, в следующем году мы эту ветку совсем уберем. Да. Еще раз хочется обозначить, что сорт называется Эллиот. Это позднего срока созревания сорт. Почечки просыпаются на этом сорте позже. Да. Чем река, да? Вот эта река у нас рядом здесь растет. Нет, это Чандлер, а потом Эрлиблю. Эрлиблю, это же средний, да? Эрлиблю ранний. Начало, да. Вот видите. Самый первый, Эрлиблю, самый первый сорт. Вот они, эти кустики. Количество почек, уже которые проснулись, видно, да, что они значительные. Так, что-то здесь еще. Ну, вроде все, вот эту часть я тоже постригла. То есть я вырезала сухие ветки, а саму ветку оставила. Я ее в следующем году тоже переведу вот на этот молодой сильный побег. Ну, уважаемые зрители, как вы видите, мы щадящую обрезку делаем. Наверное, как любой садовод, который старается... Это непромышленная обрезка. Да, непромышленная обрезка, да. Сразу вам скажу. У нас посадка метр пятьдесят между кустами. Садовая посадка, непромышленная. Промышленные плантации, посадка 0,8-1 метр, зависит от сорта. И там оставляют четыре ветки, четыре ветки на куст. Все остальное все урезают. Поэтому это непромышленная обрезка для сада. Зато на промышленной обрезке вы можете посадить больше растений с куста, вернее, на площадь, на гектар. Соответственно, с гектара получить больше урожайность. А в садовых условиях вы можете с одного куста больше урожая получить. В промышленности больше четырех килограмм не получите, а в саду можно получить до восьми, до двенадцати даже килограмм некоторые сорта дают. Да, у нас в практике и сбор урожая. Больше восьми килограмм мы собирали с Орлеблю, да? Да, Орлеблю, если не ошибаюсь. Орлеблю. Орлеблю, Блюкроп, 4,2-4 и 5 килограмм было. 4,2 или 8,2? Ой, 8,2-8,5. 4,2, вот так. Извините, оговорилась. Приврала не в ту сторону. Вот посмотрите, сколько много здесь старой древесины. Молодая древесина, посмотрите, какими маленькими приростами в прошлом году давалась. Поэтому вот этот куст я постригу сейчас более жестко. Он сильно состарился. Это тоже элиот, у нас кусты по два штуки посажены. Тоже элиот, но надо дать возможность ему обновляться, иначе проку здесь не будет. Вот, будем стричь. Давайте, стрягите. А мы будем вас сфотографировать. Зрители у нас есть, им интересно, они хотят еще посмотреть. Так, ну вот начнем с этой веточки. Здесь очень много урожая, но он весь мелкий, некачественный. Я не хочу такое урожай сохранять. Раташ, ты пока будешь говорить, а мне хочется сказать для зрителей, если какие-то вопросы у вас есть по тому, как нужно обрезать, что-то непонятно, что-то не увидели, сейчас можете задавать. Я посмотрю комментарии, и мы по ходу движения будем корректировать наше повествование. Вот они мелкие, смотрите, сколько куст пытался дать, но в них проку никакого нет, потому что они все тоненькие, хиленькие, слабенькие. Силы в таком месте не будет. Поэтому я из них выберу один, вот этот вот, более-менее, на мой взгляд, сильный, и вот этот второй. Остальные все просто убираем. Даем возможность дереву, ой, вернее, кусту дать еще раз хорошее количество побегов. Летняя обрезка даже существует у голубики. Вы можете пройти мелкие побеги, просто сразу выломать, когда они вам в ненужном месте растут, ненужные толщины, оставив 2-3 толстых побега для того, чтобы вся сила, оставшаяся, пошла именно на образование, именно на развитие этих побегов. То есть таким образом. Да, значит, уважаемые зрители, я так пролистал, вопросов вроде бы как нету, но если что-то потом, какие-то вопросы появятся, вы задавайте, пишите комментарии, будем на них отвечать, снимем следующее видео уже исходя из ваших вопросов и пожеланий. Всех поздравляем, всех наших дорогих, уважаемых, любимых наших женщин. Поздравляем с праздником 8 марта, наши дорогие женщины, посмотрите в кадр. Желаем вам быть всегда красивыми и всегда любимыми. Все остальное у вас будет обязательно. Вот, поэтому, ну, в общем, всех, всем пока, всем, всех благ. Наташа, что ты скажешь? Удачи! Удачи. В новом году. Удачи в обрезке. Всех с началом весны, с началом весенних работ. Вот, всем хороших урожаев. Всем пока. Так. Да, на конкурсе в этом году урожает, а получим малый. Потому что в этом году пожадничали, не обрезали. Наташа, я продолжаю снимать на камеру, поэтому ты можешь рассказать дальше для YouTube-канала. А мы это дело все сохраним. То, что пожадничали, да, согласен, мы пожадничали. Это честно, объективно. Ну, мы жадены, что-то поделаешь. Вот, посмотрите, здесь на кусту есть такая штучка, новообразование такое. Сейчас Александр расскажет, что это такое. Покажи, расскажи. Это яйца, я скажу вам, богомола. Нет, бражник вроде. Бражник? Да, не богомола. Бражника, что ли. Богомол хорошее? Конечно, хорошее. Существо. А это нужно удалять. Насколько я знаю, это яйца богомола. Кто-то, если кто-то знает, что это за яйца, вы скажите нам, а то мы вот живем в неведении. Думаем, что богомола, а то может вредитель какой. Поделитесь, в общем, своим опытом. Нам приятно будет. И полезно обязательно. Так, дальше. Значит, я удаляю сухие веточки. И сейчас критично смотрю, что же в этом кусту. Надо выбрать, надо выбрать, какую корону удалить. Потому что, ну, вот это вот, например, вообще практически пустая корона. Вот она вот тут практически. Сейчас я посмотрю. Это очень сложный куст на данном этапе. Если вы будете делать так же, как мы, конкретно в этом вопросе, то у вас тоже будет возникать этот мучительный вопрос, быть или не быть. Мне требуется ваша помощь. Вот эту ветку надо вырезать. Да. А на ней столько урожая, вы что? На ней не столько урожая, на ней вообще вот... Да в смысле не столько урожая, а вон она вся в урожае. Не-не-не-не, надо ее вырезать, она старая уже, совсем старая. Ну, Наталья говорит, вырезать, значит вырезать. Сегодня же 8 марта. Вот эту. Я сейчас покажу чудеса силушки богатырской. Да, есть еще один секатор, если что. Да, кстати. Там. Этот секатор тоже он с этой, с наковалинкой. Попробуем. Вот эту веточку. Вот там есть место перехода, переход оставляешь, а ее удаляешь. Эту маленькую вот эту дохленьку оставить? Да, да. Не мои окуляры. Тут у нас уже вон проснулись муравьишки. Чудеса какие. Вот так вот нехитро можно избавиться от 35% урожая. Но нельзя было ее оставлять, она уже старая, пустая, питание много возьмет. Внутрь куста весь загущается, а проку с нее никакого не будет. Ягода будет мелкая. Я вас уверяю, что после такой обрезки у вас куст даст очень много побегов, сильных, рослых. И куст значительно обновится. Да. Да, на каком, конечно, вы потеряете часть урожая. Ну, какую-то часть урожая, теоретически потеряете. Но на следующий год вы получите обновление куста 100%. Да, это происходит потому, что в прошлом году мы сделали очень щадящую обрезку, пожадничали. Да. И куст не дал молодых побегов. Раз вы не готовы молодежь выращивать, ну вот такой результат происходит. Древесина стареет вся разом, и вы остаетесь год без урожая. Я думаю, что этот куст нормально даст урожаю. У меня нет в этом никаких вопросов. Я даже уверена в этом. Но необходимо его сейчас прям вот омолодить. Необходимо. Я прям вижу потребность куста, потому что такое количество мелких побегов, колоссальное, оно пустое. Не нужно его держать. Идем дальше. Идем. По кусту. Значит, все, что внутри куста сухое, вот оно, видите, вот оно, сухие веточки. Я их все удаляю. Вот эту веточку я, она сухая, тоже старая. Перевожу на молодежь. Вот на молодых два побега. Дальше разбираемся здесь. Здесь у нас. Значит, что еще происходит из-за того, что, вот смотрите, хороший сильный побег прошлого года. Вот он, видите. На нем практически нет ягоды. Вот только буквально 2-3-5 штук. Почему? Он сейчас находился вот там, внутри. Это северная сторона темная. Вот это большое количество веток, которое здесь находилось, оно давало тень. А в тени голубика не завязывает урожай. Поэтому, если вы будете ваше растение садить в полутени, вы будете получать 50% от возможности вашего куста. Только открытый солнцепек нужен голубике. Ясное открытое солнце. Смотрим дальше. Посмотрите, вот здесь есть побег. Сухой, старый. Убираем. Вот этот вообще практически на земле лежит. Убираем. Сухое, мелкое, внутри ствола все убираем. Дальше. Вот этот побег. Он молодой. И достаточно много ягоды на нем. Я на этот год его оставлю. А в следующем году я его уберу. Потому что он при нагрузке будет все равно ложиться. Просто потому, что мы много вырезали уже. Дальше. Внутри ствола убираем мелкие, сухие, никчемные побеги, маленькие. Для того, чтобы осветлить и дать воздух. Вот та же самая история. Крупный побег сильный. Под ним дал побег хороший, молодой, сильный. Но так как он уперся в теневую часть от этой веточки, тень, все, он не смог развиваться и заглох. Я его буду убирать, потому что эту ветку я пока оставлю. И вот потом в перспективе я вот так переведу в следующем году вот на эту сильную веточку. Так, двигаемся дальше. То же самое, сухие ветки мелкие. Все вот здесь вот убираем. Смотрим предметно на эту веточку. Честно скажу, она мне вообще не нравится. Я бы ее вообще убрала. Давайте ее совсем. Может быть не под корень, а может просто на прирост поставить. А вот так вот, щелкни ее просто посередке и побеги даст. Ну попробуем, да, так. Но она там перекрещивается, трется. Нет, все-таки нужно ее совсем. Вот так. Дадим возможность вот этому и вот этому сильному побегу развиваться хорошо. Дальше смотрим. Здесь вот у нас сухой практически побег. Удаляем. Ну, теперь смотрим на эту бороду, которую мы тут оставили. Значит, сухое, старое убираем. Вот у нас, смотрите, попытался дать побег кустик молодой. Неоднократно останавливался он тут в росте и развитии, раз много мелких веточек. Мы его оставим. А вот этот вот я уберу. И вот еще один такой же маленький. Ну вот, более-менее задышало здесь все у нас. Задышало. Так, вот еще сухая веточка. Вот посмотрите, сверху можешь показать, насколько я осветлила внутрянку куста. Дала возможность здесь... Но это еще не все, да, я так понимаю? Конечно, я еще правую сторону не делала. Я только внутрянку сейчас закончила, более-менее. Вот здесь вот нет? Я там не подходила еще. А вот здесь вижу, сухая витка совсем оставлена. Сухая тоже. Ну, то есть принцип все-таки, наверное, такой же, как в обрезке сада. Ветки смотрящие внутрь, ветки загущающие, ветки сухие, больные. Все выстригаются. Да, абсолютно верно. То есть проредить центр для того, чтобы солнышко попадало внутрь куста и давало возможность роста молодым побегам. Абсолютно верно. Все, что горизонтальное, тоже удаляем. Вот, посмотрите. Маленькая. Ветоку маленькую оставили. Она даже, в общем, нагрузилась урожаем, постаралась. Но что произойдет? Во-первых, она совершенно даже не держит никакого нагрузки. Совершенно, да. То есть она будет валяться на земле. Ягоды будут есть муравьи и так далее. Ну, то есть это, ну, совсем ни уму, ни сердцу. И это часть ветки вот этой. Поэтому я ее просто удалю. Совсем. То же самое. Вот, посмотрите, хорошая веточка идет. Она перешла в сильный молодой побег. А здесь она дала боковой. Маленький, силенький. Хиленький. Я его тоже удаляю. Задача получить сильный побег за один вегетативный период. Заканчивающийся короной. Да, вот, если мы получаем, мы его оставляем. Если побег не удался, мы его выстригаем. Я правильно понимаю? Правильно. Абсолютно верно. Здесь тоже вот это вот старье мелкое. Все удаляем. Ответка. А, да, она сухая. Я даже не вижу ее. Что она тут сухая совсем. Да, она же совсем сухая. Так. Значит, здесь у нас, смотрим, следующая веточка. Состоит вот старый побег, молодой, более сильный. Здесь на старом побеге мы смотрим. Практически не завязался урожай. Но вот эту часть я еще оставлю. А здесь, посмотрите, вот здоровенный побег. Здоровенный побег. А на нем нет вообще урожая.